Всем привет, друзья! Начинаем новый день, новый влог. У меня сломался комп, ноутбук, на котором все видео наперёд сняты и так далее. Сегодня придётся его относить в ремонт. Поэтому эта влогина, которую я сейчас снимаю, не знаю, когда выйдет. Вы... Опа! Кто это звонит? Да, Илю. Здорово. Вы можете спросить, у тебя же стоит комп на заднем плане, почему ты не можешь монтировать на нём? А как вы думаете, если я купил ноутбук, почему я не могу на нём монтировать? Потому что это савдеповский комп, он у меня уже лет 10, и поэтому он там очень сильно лагает, и невозможно вообще ничего монтировать. Поэтому вот у меня есть MSI, который довольно хорошо всё монтирует. Помните, я говорил, что мне щемануло шея, и вот уже, наверное, четвёртый, либо пятый сеанс Ильюха меня лечит. Это, который сейчас звонил, мануальный терапевт, ломает меня сегодня, придёт тоже в 3 часа. И проблема в том, что у меня, скорее всего, не остеохондроз, а эти блоки мышечные. Знаете, когда много тренируешься, долго, я бы сказал, тренируешься, у тебя создаются такие, как комки, типа мышечные. Их нужно разгонять. Если их не разгонять, то они натягивают мышцы, там могут позвоночник перекашивать, не знаю, всякие грыжи вам выводить и так далее. Поэтому, если вы занимаетесь бодибилдингом, то обязательно нужно делать массажик, которые, ну, разводят эти мышцы и, типа, превращают их в нормальную форму, чтобы они нормально сокращались. А так они плохо сокращаются, и получаются всякие зажимы. Блин, еду вниз и забыл деньги на такси, вот бесед. Здрасте. А сейчас всем тяжело, и учителям, и таксистам, и всем. Всем работать приходится. Не, ну я взял, блин, скажем так, и не пошел. Если это бывает, иногда выбежат меня, я могу и с этого самого середины рейса уйти. А, ого. Как бы. А давно работаете уже таксистом? Три года. Три года. Вот, иногда бывают такие клиенты попадаются, что, блин, просто, блин, после них уже работать не хочется. Ну да, мне рассказывали. Обычно пьяные, да, тут часто. Да, прийти домой и самому разрядиться, блин, потому что или на нем разрядиться, блин, это уголовная дело. Или там. А домой приходят руки по дуном ходить. Так хотелось приложить. Даже так? Конечно. Не думал, что таксисты на себя руки хотят наложить. Наказание, наказание, иди, вернись. 20 сжимай. Эй, как нечестно. Давай. Нет. И чё это? Говорят такие очень рады, что у тебя камеры нет. У меня она есть. Давай, отжимайся. Не хочу под камерой. Давай. Под камерой. Под камерой. Назоли. Это, это. Вот не хочет работать... Не хочет работать человек, поэтому будет отжиматься. Так, значит, переходим к следующему. Как переводится, generally speaking. Магдан. Максим, как переводится, generally speaking. Магдан. Магдан. Здорово. Влагина в деле. Сейчас, ребят, мы едем отвозить Ком на ремонт. И потом, попозже в зал пойдем. Ильюха должен прийти просто. Три часа договорились. Я думал, ты попозже пойдешь. Ну, не знаю, блин, можно, конечно, ему позвонить и сказать, типа, отложить. Давай сейчас позвоним и знаем. Ильюха, а мы сможем с тобой где-то на четыре передоговориться? На четыре? Легко. Да? Давай в четыре, тогда я в зал схожу и потом тогда. Давай, договорились. Короче, вот вы поняли, да? И таксистам, и учителям работать очень плохо, потому что и учителя, и таксисты хотят вскрыться. Я ехал с таксистом, он говорит, блин, попадаются такие эти посетители, клиенты, что, ну, вообще, они отбиты и наглухо. И он приходит домой, у него все дрожит, и он хочет приложить на себя руки, короче, ну, застрелиться. Либо его хочет застрелить, либо себя. Поэтому бывает такое. Я на самом деле не знал, что это настолько... Я тебе скажу официантам то же самое. Знаете, тупое, когда ты работаешь в ночном клубе, там пьяные всякие, ты их ночью видишь, да? А потом днем, как объяснить, опять их встречаешь, чтобы в маленьком городе, ну, как-то у тебя отношение к ним уже такое. Как бы он для тебя не нормальный человек, а вот так. Только приехали мы. Вот тут вроде, вот туда. Ну, а что, там на месте ремонтника не было, мы отдали. Комп, не знаю, он должен будет позвонить мне. Но влога, походу, сегодня не будет. Надеюсь, завтра хотя бы сделает. Но сегодня он по-любому уже не сделает, я думаю. Потому что если там заказы, очереди, то... Ну, ладно, чё. Короче, ребят, мы сейчас едем в зал, будем тренить. Я буду, как всегда, увеличивать уже не подтягивания, уже отжимания на брусьях. У меня аж параллельно идут и то, и то. А ты чё, Сань, будешь делать? Потому что ты собирался вчера подтягивать и жим. Подтягивания и жим будешь тоже делать? Потому что, да, я потому что делал вчера только стоп-класс. Ага. Мы сейчас тут с Саней едем и рассказываем друг другу истории из детства. Я вам расскажу попозже историю, где я мог лишиться зрения вообще навсегда. Но произошло чудо, и у меня как бы я прозрел. Потом расскажу. Короче, пока Санюк пошёл за сумкой, расскажу вам историю, как я чуть не ослеп. Точнее, я ослеп, но произошло чудо. Значит, у меня был друг, его звали Максим. Нам было, наверное, лет 8, может 9. Ну, короче, были мелкие очень. И мы любили играть в пистолеты, то есть в пневматические пистолеты, там с пульками пластмассовыми. Уверен, каждый из вас в детстве их видел и играл. Вот. И было одно время, когда я ехал в лифте, подъезжаю на его этаж, а мы жили в одном подъезде. Открываются двери лифта, я такой стою, а он стоит с огромным пистолетом таким полметровым, блин, и целится мне в ноги. А я что-то не заметил, что он мне целится в ноги, и резко присел. Приседаю, и значит, в этот момент, бам, получаю себя. И у меня просто искры бам-бам-бам по всему просто. И я падаю такой, начинаю орать, ничего не вижу, глаз сразу же кровью залился, и все, я ослеп. Значит, ору просто на весь подъезд, прибегает папа с мамой, там типа, что случилось, у меня все в крови, весь глаз кровь течет. Значит, поехали потом в больницу сразу же, мне сказали, что у тебя весь глаз залит кровью, роговица, значит, то есть вот это, сам внутри глаз продавлена, то есть от пульки промяло, там очень сильный пистолет был, и мне промяло роговицу туда вовнутрь, и сказали, что я видеть уже больше не буду, то есть вообще больше не буду видеть этим глазом, и типа уже шансов нет никаких, даже вряд ли, маловероятно, что операция поможет. Но меня все равно повезли в Таллинн, это столица Эстонии, то есть там довольно хорошие врачи, специалисты, и повезли меня туда. Значит, так как у меня семья верующая, отец дома молился за меня, я уверен, у вас тоже, большинство людей из вас верующие, да, и что бы вы делали, когда вашему сыну отстрелили глаз, вы, естественно, там и молиться, и все, что хотите, будете делать. Повезли меня, и значит, по дороге, по дороге я уже исцелился, у меня глаз исцелился, прошел, это реально было чудо, но у меня он был в бинте, короче, замотанный весь, я этого не знал еще. Прихожу, короче, в больницу, мне дают, ну, эту штуку, когда зрение проверяют, то есть мне дали эту штуку, я такой смотрю и начинаю видеть, приколитесь, и начинаю говорить вот там вот эти буквы, цифры, которые там были, и врачи просто в шоке, у тебя говорят, у тебя глаз просто в крови весь, а ты как-то начинаешь видеть, типа это чудо, такого просто не могло произойти. Потом они сказали, после проверки мне какой-то, даже помню, такой штукой возили по глазу, типа знаете, как мыло, ну, такое ощущение было, как будто мыло было. Весь глаз в крови был, все равно залитый весь, я по-прежнему плохо видел, но уже начинал видеть, потому что до этого мне сказали, что я ничего не буду видеть вообще, у меня зрение отказало, у меня не было вообще шансов, типа, что я буду видеть. И как бы я начал видеть, и мне сказали, кровь сойдет, и все начнет как бы нормализироваться, восстанавливаться. И правда, все восстановилось, но теперь у меня один глаз зеленоватого цвета, другой голубого. Я не знаю, видно ли это на камере будет, но один глаз у меня зеленоватый, другой голубой. То есть, и еще у меня один косяк есть, что если я смотрю одним глазом, то у меня мир кажется немножко ярче. Если я смотрю другим глазом, то он у меня немножко тускнее. То есть, все-таки после травмы это как бы накладывает свой отпечаток на любой орган, на любую часть тела. Поэтому, если вы получаете травмы, то по-любому у вас как-то это будет сказываться в дальнейшей жизни. Но слава богу, что я вижу вообще. У меня вообще было очень-очень много историй из детства, и я не могу вспомнить хороших историй. У меня одни плохие истории есть, и очень много всякого случалось со мной в детстве. Поэтому, если вы хотите больше истории, то обязательно напишите об этом в комментариях, и тогда я буду в каждом влоге рассказывать по одной истории. И реально, я не помню ничего хорошего, что со мной происходило. Со мной были какие-то, ну, происходили очень дикие такие ситуации, где я мог вообще откинуться просто. Вот. А вы все думали просто так? Нет, у меня все было вообще жестко, и я как бы не был уже мажором изначально. Я был на полном днище, как я и говорил в прошлом влоге. Блин, что такое запинаюсь? В прошлом влоге говорил. Вот. Поэтому пишите в комментариях, хотите ли услышать какие-то еще истории, а мы полетели в зал. Сейчас попробую выложиться в отжиманиях на максимум, посмотрим, что получится. Субтитры сделал DimaTorzok 50 есть. Мне кажется, 55 потом не смогу сделать, мне в конце месяца 55 надо сделать. Ну, а слушай, осталось бы сколько? 5. 5 дней? Не, 5 повторений. Но это много очень. Одней сколько осталось? Сегодня уже 27. Как ты хотел? Ну вот, я и говорю. За следующего? Не, этого. Ну, в конце недели, я имею в виду. Ну, это получается, я пока что отжимания увеличил на 8 повторений, а подтягивания на... На-на-на-на-на-на-на, сколько я делал? 28, а сейчас делаю 33. На 5. Нормально, неплохо. На самом деле, вот на камеру у нас не получается. А без камеры мы стоим по 5 минут. Постоянно, меня это так бесит реально. Я тебе говорю, по 5 минут стоим, отвечаю. Даже эквилибристы столько не стоят, сколько мы стоим. Обычно я делаю на брусе где-то по 6 подходов на максималку, просто на максимум сколько могу. 8. У меня есть подозрение, что отжимания на брусах увеличиваются потому что... Не увеличиваются, точнее, потому что у меня нет определенного плана. Если в подтягиваниях на турнике у меня есть план, я с каждой тренировкой стараюсь больше-больше делать, чем прежде. А тут я просто делаю на максимум и не знаю, сколько я делал до этого и не стараюсь побивать свои прежние рекорды. Поэтому, скорее всего, не особо-то и увеличивается. Сколько? Тоже 8. Три полоски. Банка в студии. Все я сделал, 6 подходиков на брусьях. Капец, забились руки. Нормально. Если на максималку делать, то забиваются писем с просто... Кто-то спрашивал, если вы хотите увеличить отжимания, либо там подтягивания, то типа можно ли другую тренировку делать? Я лично делаю программу только на отжимания на брусьях и подтягивания. Все, я больше не качаюсь. Потому что, как бы, когда вы делаете одно, у вас идет восстановление на те мышцы, которые вы делаете. Если вы делаете... Специализация. Да, специализация. Все мышцы организма идут в дни группы мышц, конкретно на данное движение. Поэтому, грубо говоря, что ты качаешь, что ты растет, что больше всего, ты больше, не больше количества времени, чем у тебя, то у тебя бы это развито лучше всего. То есть, если вы делаете на одну группу мышц какую-нибудь на спину подтягивания, то туда весь прогресс будет идти. Восстановление, естественно, будут увеличиваться подтягивания, силы и так далее. Если вы будете совмещать эти тренировки по увеличению подтягивания, либо отжимания на брусьях с какими-то там сжимом лежа, либо еще чем-то, то у вас организм будет восстанавливать все мышцы и как бы будет не хватать тем мышцам восстановительных ресурсов, которые вы хотите увеличить, например, там подтягивания, либо что-то. Поэтому делаете просто либо подтягивания, либо там отжимания. Ну, я два совмещаю вместе, поэтому как бы четенько так будет тогда все расти и как бы прогресс идет, как видите. Влас, как дела? Какой тебе камел? Ну, Влас красавчик у нас. Влас у нас молодец. Все, мы собираемся домой, сейчас Ильюха придет меня ломать. Если он, короче, согласится, то я поснимаю, как он меня ломает. Я думаю, он битком. Да, так что, вот, если вы захотите, то мы снимем с ним и с Саньком отдельные вот, да, видосы какие-нибудь там. Ильюха сам предлагал, типа, для него хороший это пиар будет, а для вас хорошая практика, там, будете знать. Хороший контент, интересный, да. Поэтому напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы он снял какие-то профессиональные для вас видео с нашим участием. Короче, мне позвонили, сказали, что компьютер шумит не из-за того, что там что-то запылилось, а из-за того, что образовался люфт в этом, в пропеллере, в этом кулере. И он как бы бьется по стенкам и ду-ду-ду-ду-ду-ду. А заказывать этот пропеллер, не знаю, там, неделю будет идти, либо что-то типа того. Поэтому говорят, иди забирай и пока что с раздражающим звуком монтируй видосы. Здорово. Так как я влог снимаю сегодня, ты должен в него попасть. Вот этот громила меня ломать сегодня будет. Мы с ним планируем сделать видосики, да, крутые какие-нибудь. Обязательно. На тему с Саньком, с Ильюхой сделаем что-нибудь прикольное, что вам реально понравится. И все, кто с Нарвы, смогут к Ильюхе ходить, и он будет вас мучить. Пожалуйста, и не будет. Да. Так что сейчас он меня сломает, и я буду плакать, наверное. А может и нет. Нет, это будет приятно, исключительно полезно и очень-очень эффективно. Очень эффективно. Врет, это неприятно, это неприятно. Все, друзья, забрал я компьютер, иду монтировать видосик. Надеюсь, этот ролик получился крутым и интересным, потому что много всего было. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Увидимся в следующем выпуске. Пока.